здравствуйте друзья довольно поздно сейчас где-то половина одиннадцатого вечера а я только еду с работы но не потому что я именно работал а потому что встречался с бывшим моим учеником но очень давним таким может один из первых моих учеников я когда на первом курсе института учился то в 57 школе как точнее когда мы заканчивали 57 школу я-то поступал в девятый класс это была математическая школа я запоминаю первый раз набирали седьмые классы седьмые и восьмые до этого были только девятых и мы так как-то с ребятами друзьями моими активно участвовали там в наборе собеседование проводили ну и потом там была такая система когда на факультативные дисциплины там так называемая спец математиков как-то приглашали студентов кто хотел волонтерами они помогали педагогу который был в классе и вот значит мы это мы этих семиклассников набирали и потом пару лет значит у них преподавали я их в походы еще водил я так любил тогда по подмосковью там у нас была с ними команда по ориентированию спортивному вот я их там водил и да мы довольно успешно выступали там на районе так скажем на ли на ленинском районе города москвы но и вот значит пришел молодой человек он они меня на 4 года младше всего вот стало быть мне там 60 ночи ему 56 а он живет в москве учительствовать и два года назад значит олег его зовут олег хаид этот олег у нас был на даче в санта-круз и мы с ним сделали пять сюжетов подряд они идут те из вас кто заинтересуется я думаю получит большое удовольствие значит номера у них 1831 1832 1833 34 35 там всего 5 сюжетов мы с ним там на разные темы беседуем а он в израиле жил какое-то время потом вернулся в москву он преподавал хороших физмат школах и в москве и в в тель-авиве и так вот мы с ним на разные темы дабы про образование и всякие такие дела вот и я то думал что мы с ним еще сюжетик запишем а так получилось что мы просто проболтали часа три и договорились что может быть может быть на выходных он к нам на дачу заедет в санта-круз поскольку он тут будет до понедельника следующем может быть мы с ним чего нибудь запишем так что если вопросы вдруг какие-то возникнут на всякий случай я говорю потому что думаю о тех кто захочет кто захочет посмотреть старые сюжеты может быть им интересно будет такой дяденька колоритный такой боровичок такой с бородой вот очень прикольный он вернулся вернулся в москву два года назад из америки а до этого его может сказать уволили из школы за неполит корректность он в приличной физмат школе преподавал но его возник конфликт с заместителем по безопасности оказывается я вот тогда не знал что есть такая должность школах зам по безопасности и вот его как-то за иск экстремизм он там из новой газеты на местные дадзебау там у них есть такая доска куда вывешивают там публикации и он из новой газеты там раз повесил чего-то ему предупреждение потом 2 раз повесил и уволили это было два года назад но и я как ты там другую школу то пошел он в общем оказывается что он репетитором с тех пор работает индивидуальные уроки дает уже и до skype подобрался у него теперь там и международные есть там но в смысле русскоязычный народ хотя он в принципе и по английски может и на иврите может то есть так у него разные в общем география такая широкая его этих уроков хотя он в общем говорит что ему не очень нравится это делать skype то есть как будет живое общение она более такое ну что ли на в творческом отношении для него привлекательно вот я надеюсь что он все-таки у нас еще возникнет на этой неделе новая ручаться не могу во всяком случае я вам обещаю что вы получите удовольствие если посмотрите вот те те сюжеты я к чему рассказываю просто я как-то это переполненность там всякими эмоциями и воспоминаниями мы там прошлись по ребятам которые с ним в одном классе учились а поскольку он в такой школе учился и в такое время то практически весь класс то он тут вот где-то тут и в америке и в канаде и в израиле и в германии и ему так вот как под настроение там сел и поехал вот он просто отдыхают у него отпуск сейчас каникулы но он сам себе взял поскольку он такой self-employed да он взял себе отпуск и поехал по миру значит там погулять и надо сказать что в одном с ним классе училась девочка и звали тогда аня сейчас уже это просто женщина вот аня и там ее друзья создали очень известную сейчас соединенных штатах сеть школ таких ну как сказать кружков что ли так назвать называется russia school of mathematics и наша саша ходила в такую школу здесь в саневеле когда они жили в саневеле и у меня про эту школу есть сюжет кстати я однажды ее оттуда забирал или вы со света ее привезли а потом забирали там и так далее и вот у этой russia school of mathematics вот только в кремниевой долине там отделение на штук пять а так она вообще по всей стране очень популярна это вот такой был интересный класс у меня а я у них может сказать преподавал и водил их в походы по подмосковью с рюкзачком да вот мы стали вспоминать там кое-кого же и в живых нет знать как бывает по всякому очень талантливые были детки мы самые пеночки собрали потому что в седьмой класс тогда физмат школы особо не набирали это было редко крайне редко поэтому там такой очень-очень сильный состав было не такие там почти весь класс олимпиадники там не дают при медалисты там призеры и так далее вот мы когда только приехали там еще один их одноклассник он в это время стендпорте преподавал и мы с ним так перебравшись кремниевую долину из сан-франциско погуляли походили встретились такси тоже перетерли там за прошлую жизнь так что вот такие бывают интересные встречи сколько лет то прошло дайте я подумаю значит мы мы видели с ним два года назад а до этого ну вот они закончили школу что-нибудь семьдесят седьмом году семьдесят седьмом году вот через год будет значит 40 лет как они школу закончили надо же а я еще такой совсем молодой вот с этой мыслью друзья я и отправляюсь домой